Сейчас я расскажу вам три важных правила для роллеров и не только. Это правила для роллеров, это правила для пешеходов и жесты роллеров. Начнем с практических знаний, которые необходимы каждому роллеру, а именно подача знаков. Нужно понимать, что все показанные знаки, они смотрятся со спины, потому что обычно показываются человеком, который едет спереди. Итак, поворот в каждую из сторон. Я поворачиваю вправо для вас, влево, ставлю руку, я поворачиваю в эту сторону. Я поворачиваю в другую сторону, ставлю руку в другую сторону. Внимание! Если идет кто-то очень красивый или что-то такое, то есть вы хотите засмотреться, это очень опасно, поэтому вы показываете. Внимание! Чтобы притормозить перед поворотом или перед опасным участком, тогда мы, допустим, внимание сначала, а притормаживаем мы две руки вверх. Мы говорим всем, кто сзади и всем, кто вокруг, я приторможу, вот давайте притормозим и будем аккуратны. И полная остановка, это если совсем какое-то мракобесие творится впереди, вы показываете крестик. Каждый в городе обязательно должен их знать. То есть вы встречаете нового роллера и вы проповедуете ему. Ты должен знать эти знаки. Показал быстренько и все, и все довольны, и все в безопасности. Будьте благоразумны. Следующая часть. Как делить тротуар с пешеходами? Правило для пешеходов. Если ты видишь перед собой роллера, и ты должен внимательно смотреть на его руки или на его взгляд, скорее всего роллер покажет, я поворачиваю сюда, я буду обещать тебя с этой стороны. И ты должен смотреть и не идти в ту сторону, в которую едет он. Поэтому ты стоишь на месте и пропускаешь роллера. Если он смотрит в какую-то сторону, скорее всего он поедет в нее. Поэтому ты опять же не идешь в ту сторону, в которую он смотрит, и даешь ему проехать. Если вы пешеход и по какой-то причине заняли весь, все пространство тротуара, то вы, если увидели роллера, должны дать ему место проехать. То есть вы можете разойтись, дать ему 30 сантиметров, он проскочит, Идите дальше, занимайте все пространство Если вы роллер, не надо бояться, не надо врезаться в людей Нужно понимать, если они тебя видят, то они скорее всего уступят тебе место Если они тебя не видят, то как бы откуда они узнают, что есть Поэтому сигнализируй, говори, я еду или я здесь Будьте осторожны А теперь самое важное правило при катании на роликовых коньках Это можно считать заповедями То есть, с одной стороны, все знают, что если ты будешь жить по ним То все будет круто Но с другой стороны, это не так интересно и довольно-таки скучно Поэтому все нарушают Не нарушайте Нельзя жрать на роликах Если ты жрешь на роликах и едешь, то ты, скорее всего, олень и умрешь Когда вы катаетесь, много пить не очень хорошо для сердца Организм не успевает все это переварить Поэтому, может быть, пол-литра-литра, вот этого будет достаточно Пить алкоголь нельзя Нельзя только в случаях, если вы пьете уже после До и во время это не круто Потому что вы теряете равновесие и, скорее всего, умрете Врежетесь в стол, в дерево, в машину Следующее правило Нельзя курить на роликах Вы сбиваете дыхание и тоже, скорее всего, умрете Поэтому курить не круто Но если вы слайдист, то это помогает вам сконцентрироваться Поэтому вы можете плюс-минус нарушать Запрещено выезжать на проезжую часть А вот слова Там дорога ровнее, я поеду туда Не надо этого делать Если у вас низкий уровень, вообще-то не лезьте Потому что у вас собьет машина Вы потеряетесь, заблудитесь И все, вы умрете Только чемпионы могут выезжать на проезжую часть Ездить рядом с людьми запрещено Когда вы ходите на ногах Вам тоже неприятно, когда мимо вас проносится роллер Поэтому вы должны объезжать людей как можно дальше То есть 50-150 метров Это плюс-минус неплохо А преувеличивать свои возможности тоже не очень хорошо Вы думаете, я сейчас прыгну через эти 150 ступенек Потому что я уже 2 дня катаюсь в городе Я опознал все тонкости и нюансы фрискейта Поэтому я могу делать все, что угодно И вот такие вот ситуации, которые начинаются со слов Я так 100 раз делал Скорее всего, заканчиваются очень плачевно И вы тоже умрете Расслабляться Не стоит расслабляться на роликовых коньках Потому что вы расслабитесь Вас собьет машина Вы врежетесь в голубя Потому что не заметили его Потому что засмотрелись куда-то Поэтому расслабляться не стоит Вы можете заехать в фонтан случайно Подскользнуться там И разбить голову о плитку Вы разобьетесь и умрете Поэтому расслабляться не нужно Засматриваться на что-то или на кого-то Мы понимаем Прекрасное полуоголенное женское тело Я понимаю, это прекрасно Лучше тогда останавливаемся И смотрим Когда вы насладились Тогда вы можете ехать дальше Иначе, опять же, вас собьет голубь Вас собьет машина В вас врежется дрон Потому что дронов сейчас очень много И вы умрете Сбрасывайте скорость, когда видите какое-то недоразумение Не надо думать, что у вас реакция как у мангуста И вы можете все преодолеть Видите какое-то недоразумение Мракобесие Останавливаемся Переезжаем дорогу Останавливаемся И как можно медленнее Потому что водилы знают Вы ничего им не сделаете Ничего там, у них страховка есть Но вы умрете Поэтому будьте аккуратны И последняя очень важная заповедь Избегайте детей и собак Дети непредсказуемы Собаки непредсказуемы Видите ребенка Останавливайтесь И проходите шагом Или объезжайте их за 200 метров То есть видите на этой улице детей Объезжайте двумя кварталами лучше Потому что это сбережет и вас И детей И собак И котов А это были самые важные правила Которые необходимо знать каждому Поэтому Донесите эту информацию до каждого Репостите на своих страничках Или что-то в этом роде До свидания